Дарк Солт Своим долбанным мечом достал, все, отвали. Воскресаем пока. Откуда что-то стрелял-то, что тут такого интересного в этом месте, а ничего такого нет. Так, у нас еще, напоминаю, вот там внизу где-то стоит демон из Титанида сделанный. Непонятно, как к нему туда пробраться, чтобы его завалить. Сейчас будем об этом думать. А пока что, пока что давайте-ка... Есть у меня еще план. Э! Ладно. Давай с тобой разберемся. Блин, зараза. На. А ты, нифига себе, у него щит. Вот это да. Совсем все фигово что-то. Да паскуда ты! Вот ты кто. Еще раз. На. На. Просто их атаки надо уже просчитывать. На. Хорош. С тебя хватит. Теперь, теперь, теперь у нас есть путь наверх еще. Тут мы еще наверху не были, по-моему. Если я не ошибаюсь. Подожди, а как туда попасть-то наверх? Что это за странная, блин, лестница? Что тут вообще происходит? Как? Как вы предлагаете это сделать? Что это за странная, блин, лестница? Да нифига себе, подожди. Что тут какая-то странная вообще лестница? Ладно, пошли тогда пока вниз. Надо понять, как нам пробраться в ту комнату, где находится этот долбанный демон этот, титанитовый. Потому что мне что-то кажется, что именно там открывается проход в дальнейшее помещение. Куда нам надо по сюжету идти? С этой стороны пишут мне открыть. Ну, понятно. Что-то мы его немножко заплутали с вами. Еще какое-то шумение. А это шумение, походу, это и есть этот демон. Скорее всего, это он шумит. Создает падно-звуковые помехи. Так, ладно, давай пока наверх. Есть у меня еще одна идея, одна мыслишка. Сейчас тоже ее проверим. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Щими-щими-щими-щими. О, тихо. Щит серебряного рыцаря. Нифига мы взяли. Ну, описание, наверное, будет приближенно похоже на описание меча. Тихо. Большой щит Хавела. Нифига, сколько же на него силы-то надо? Писятка, ничего себе. Щит серебряного рыцаря. Вот он, 14 физически, 100 от огня. Ну, похоже на наши щиты, в принципе-то. От магии хорошо защищает, от молнии более-менее защищает. Неплохой щиток. Я даже скажу, что можно пока его взять вместо там какого-нибудь. А что у нас за щиты? Подожди, у нас щит, по-моему, Орлины только. А, Орлины и вот этот с эмблемой дракона. Блин, если я за эту серию начну заговариваться, то уж извиняйте, потому что я эту пишу третью серию в подряд уже за вечер. Я столько уже тут просто наснимал, столько уже рассказал, что просто немножко чуть подустал. Так, 675. 75, 65. Вот огня. Ну, давайте, давайте пока вместо вместо нашего Орлиного щита экипируем щит вот этих вот серебряных рыцарей. Чисто так, чтобы был. Может, попользуемся. Может, даже сейчас. Так. Не то. Читаем. Щит серебряных рыцарей Анор-Лонда. На нем изображен стремительный поток. Серебряные рыцари остались в Анор-Лонда, чтобы защищать призрачную богиню, которая и благословила их щиты. А, то есть, это рыцари Гвинивер? Интересно получается. Довольно интересно. Ладно. Так, что-то у меня немножко запись оборвалась, но мы, слава богу, ничего не пропустили. Так что теперь идем отсюда же. Взяли серебряный щит пока. Ну, пускай поносим его. Посмотрим, что он нам как поможет. Вот. План таков. Сейчас мы выходим на улицу, там, где было много этих рыцарей серебряных. А путь на улицу, мне кажется, лежит где-то вот здесь. Если я правильно припоминаю. Тут будет рыцарь сейчас у нас вот здесь вот. На-ка. Вали-ка. А, засранец! Да хорош уже, ну. И сюда. На. Так. Блин, 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 блин. Мох принял. Вместо того, чтобы принять эст. Теперь сюда. Теперь надо выйти. Вот мы вышли. Там он, лучник стоит. Ну, мы пока убиваем этого гада. Сюда. Ай, толкается еще и, блин, колется. Заразюка. Да пошел ты. Вот скотина, ну. Ну, давай. Ай, нет! Ну, фу-ка! Что ты будешь делать? Ну, что ты будешь делать? Ладно, до улицы уже за кадром буду добираться. Потому что это сильно. Просто выше моих сил. Моя gratitudine. Короче, прикинь, нам рыцарь Катарины, мы снова вернулись к нему. Он сказал, типа, ты перебил всех, ты тут монстров всех перебил, молоток, красава. Я тебе в знак благодарности дам что-то и дал нам кольцо крохотного существа. Но помни, что путь рыцаря опасен. В другой раз позволь мне предложить свой план. План? План стоять здесь, пить пиво и светить своим животом, не помогая мне? Хороший план. Угу. Путь рыцаря опасен. Подожди, а что ты сюда за кольцо-то дал? Что это кольцо дает? Крохотного существа. А, так у меня есть такое. Немного увеличивает здоровье. Спасибо. Ну, отлично просто. Подарок свыше. А, господи, кто бы мне что-нибудь другое дал? Что-нибудь более полезное? Я так понимаю, что вот этот спуск вниз ведет как раз в центральную ту залу, где находился этот самый демон Титанита. Или нет? Или я ошибаюсь? Стоп, 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 стоп. Мы, кажется, сейчас идем по другой лестнице. Ну, по той же винтовой лестнице. Она же там была сдвоенная, получается. Мы сейчас идем по второй части. По-моему, да. А ну, стой. Вот, мы на нее таки вышли. Смотри. Красота. Что там у нас теперь поджидает? Вот тут тот самый демон, да. Ой, дай бог нам здоровья и сил. Давайте пока посмотрим, что здесь. Те драконьи головы висят. Там спуск вниз и там рыцарь и там сундуки или же мимики. Там он еще рыцарь с олибардой. Ну, с олибардой это нормально. Давай, ты первый будешь. первый на раздачу. Давай, 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 давай. Ой, красава. На. Бля. Что ты делаешь? Хорош. Хорош. Еще разик. Разик. Пол разика. На. Остался ты еще, говно. Сейчас и до тебя очередь дойдет. А, до кутия тоже олибарда. Вообще шикарно. Два сундука. Обычных сундука. Это даже не мимики, ребят. Это красавцы просто. Просто наши сундуки с сокровищами. Тихо, на. С несметными богатствами. Что нас тут ждет? Наручи серебряного рыцаря. По ножи серебряного. Нифига. А тут, скорее всего, шлем. И, ну, доспехи, типа, это. Нагрудник. Я тебе говорил? Слышь, чё? Сейчас я их и одену прям. Посмотрим, надеюсь, особо нас перегружать-то не будут. Нихера, сколько виверн-то перебили. Тут какой-то прям маньяк помешанный на вивернах обитал. Куда это я вышел? О, блядь, иди отсюда, слышь! Нифига себе. Вышел. Да вышел, нахуй ты! Шикарно. Ну, хоть с доспехами. Сейчас оденем за кадром уже. В общем, я решил пока за кадром не перенаряжаться. Прочитаем сперва про эти доспехи, которые мы нашли. А потом уже будем делать все остальное. Итак. Доспехи, доспехи. Во. Шлем Серебряного Рыцаря. Когда Повелитель Гвин решил привынести в мир огонь, его рыцари разделились на две группы. Серебряные рыцари остались в брошенной столице и служили своей богине. А, понятно. Черные рыцари, походу, последовали за Гвином из столицы и распространились по всему миру Dark Souls, где мы их и встречали. А в непосредственно Нурлонда остались Серебряные. Тут все то же самое. Ну, че, давайте примерим тогда. Посмотрим, как они будут на нас сидеть. Надо же уже что-то новое. У нас в последнее время что-то в каждой серии, почти в каждой серии находим новые доспехи какие-то. То вот доспехи Директрисы нашли, то доспехи Служителей Велки нашли, то доспехи Хавела недавно нашли, то вон доспехи охранников картины. Вообще просто вот много доспехов находим. Это и хорошо, такое разнообразие прямо, оно дает как бы тебе почву для размышлений, почву для выбора, у тебя глаза просто разбегаются, тут на любой вкус. Каждый найдет себе что-то по душе. Эти Митраксолцы славятся. О! Неплохо, довольно неплохо, но походу мы будем неповоротливы, да? Еле-еле перекатываться будем. И что-то мне кажется, что мы выглядим какими-то толстыми в этих доспехах. Они нас полнят. Вот доспехи на этих, на настоящих серебряных рыцарей, они просто сидят вообще прям стройные, большие мужики, такие прям вообще кавалеры. А мы прям какие-то как этот, как Сигмайер будем скоро в таких доспехах. Эй, тихо. На. Зараза. Да отвали. Своей лебардой светишь. Вы что, своего не узнаете, ребят? Я же таких доспехах, как и ты. Ты что? Я же тоже слебренный рыцарь. Я не самозванец. Как ты можешь? Ура! Иди сюда. Э! А ну тихо. Тихо, я сказал. На. И вот тут сейчас вот эта тварюка, которая нас убила, вот тут стоит. Сюда давай. Паскудель, вылазь. Стоп! Мы эту паскудель за кадром убили, а все потому, что это тот рыцарь, который стоял вот здесь вот, а эта дверь отсюда не открывалась. Это мы вышли в начало локации к костру. Ты смотри, какие красавчики-то. Так нафиг теперь мне через крышу ходить, я теперь знаю, где я. Смотри, вот так вот, хоп. Тут столько срезов оказывается. Блин, я обожаю просто эту игру. За то, что тут можно короткие пути постоянно везде искать. Тут куча коротких путей, куча разветвлений. И когда ты это понимаешь, ты просто, ну, радуешься, что вот костер тут совсем оказывается близко. Если этот демон нас падла сейчас завалит, то мы сразу от костра побежим сюда. И уже через секунду будем у него. Ну что, давай попытаемся. Большой какой-то. По-моему, раньше были такие поменьше демоны. Или мне просто кажется, может, я от них уже отвык. Немного. Ох, ты зараза какая. Тихо, я же этот, я же рыцарь-то серебряный. Ты что? Как можно-то? Как можно? Я охраняю Анорлонда, охраняю Гвиневер. Я свой, падла, на. Я свой, сука, что ты делаешь. Я же рыцарь. А! На. На, говно. А ты видал, как у него мало забирается? Не нравится мне все это. Ох, не нравится. О! Ничего себе отскочил. Ничего себе отскочил. Ну ты, демонидзе. Ну ты, мать твою, демонице. Иди вон. Ничего себе! Да пошел бы ты в сраку. Пойдем снова петлять. Это, скорее всего, демон издает такие звуки странные. Ты что? Я же этот самый, как его? Я же серебряный рыцарь, я хозяин, я защитник этой местности. И защитник Анорлонда, мы тут в Анорлонда все решаем, тетляем, понятно? А ты, паскуда, никто здесь. Ты просто груда титанита, которую поставили здесь, как бы, в церкви сторожить святыми. На! Это же походу церковь, да? Ох, блин, вот эти прыжки настолько просто кумарят, что я просто, ну, нахуй. Так, о, хорошо, что у нас есть куда отойти, за три. Сейчас мы его таки давали, надеюсь, если он нас не давалит. Погодь! Погодь, чувак, да что ты творишь-то? Смотри! Дай запиться! Я же надеюсь, ты воскресать потом не собираешься, нет? А то это было бы мне, ой, как не кстати бы, если бы ты еще, падла, и воскрес. На, иди ты в жопу, слышишь? Не надо этого делать! Да, сакумарил, блин, еще же узкое пространство, понимаешь? Помещение, да сука, как так? Я же блок ставил, ты же сам видел, как я ставил блок, ты же видел? Я видел, я точно знаю, что ставил. Давай, 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 смотри, 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 у него уже осталось совсем чуть-чуть, сейчас мы его додавим, падлу эту, я тебе отвечаю, сейчас мы его убьем. Подожди, тихо. Спокуха, ты видал? Я просто не хотел уже с самого начала опять этот бой писать, потому что реально он длинный, тянучий. Лучше мы его сейчас как-нибудь довалим вот так вот, вот так вот, потихоньку, лучше было за кадром его довалить и записать наш победный рывок. Что мы, собственно, сейчас и делаем. Я надеюсь, это победный рывок, потому что если он сейчас нас перехитрит, все будет очень и очень плохо. На! На! Дан! Скана! Ух! Так, нормально. Уделали этого гада. Забрали титанит. Это, скорее всего, только из-за титанита надо было сюда переться. Больше тут ничего нет. В этой церкви странно, какая-то церковь, или что это вообще? Ну, похоже на церковь, как бы вот тут алтарь какой-то был. Тут скамейки стояли, правда, мы их уже расхерачили все. Ладно, здесь понятно. Здесь был демон, там вот кратчайший путь к костру к нашему, а здесь подъем наверх. Смотрим, что у нас тут. Так. Алло, народ. Там тоже подъем, тут спуск. Вон там, он, походу, охранник такой же стоит. Страж большой. А что у нас тогда наверху, если я поднимусь сюда? Давайте попробуем посмотреть. Нифига. А, это помните, я называл Биг Бен тут? Мы забрали сюда наверхушку просто. Тут окно разбито. А что это разбито-то? Может сюда можно как-то упасть? И слезть отсюда? Не, этого делать я пока не хочу. У меня такое есть ощущение, что если я туда слезу, то я попаду... Помните? Вот, вот так же мы шли, правильно? Если я слезу, то я попаду просто вниз, на ту сторону решетки, по ту сторону решетки, вот так вот слева у нас стояли мы, справа были горгули, и слева были горгули, и вот слева я попаду в левую сторону, и открою решетку с той стороны. Нет. Пока я так делать не буду. Ох, ни хера себе, там туман, а за туманом, понятное дело, босс. Я начинаю готовить вас, потому что нас предупреждали, нас самих готовили, что босс будет просто очень, очень сложный, один из самых сложных в Dark Souls, поэтому мне уже стрёмно, мне уже сцикотно, да в принципе ничего меньшего от этой локации, от Анор Лонда, я и не жду. Я уверен, что тут всё будет против нас. Поэтому готовимся сейчас получать, готовимся терпеть неистовую просто боль. И скорее всего, сейчас мы её натерпимся вдоволь. Эй! Да пыль точь, падла! Я ещё до босса не дошёл, а он меня уже фигачит. Так. Стрелы Драконоборца. Стрелы-то хорошо. Мне бы кто дал лук, Драконоборца. Цены бы не было. А лука такого, что-то я не нахожу. Почему не нахожу? У кого можно забрать? У кого такой лук свистнуть, а, народ? А мне кажется, или эти ребята какие-то другие, у них какие-то плащи, по-моему, развиваются, нет? Вы чувствуете, как дрожит чёрное око? Это чё, моё очко, что ли, дрожит? Из-за того, что босс рядом, нет? Конечно дрожит. Смотри, какая махина к нам идёт. Тут всё дрожит. А чё за чёрный око-то дрожит? Подожди. Сейчас будем думать, когда эту тварь завалим. Вали отсюда! Говно! Давай, знаешь чё, давай... вот сюда вот. А теперь, ребята, милости прошу. Вон идёт уже, вон падлы тут. Да подожди, дай... на. Паскудель какая, ну. Не, слышь. Я знаю, куда эта дверь ведёт. Открывай. О, не открывай! Сука, я думал, костру к тому второму попасть. Кратчайший путь. А хер там. Да пошёл, куда ты прыгать? Сюда давай. Скотобаза. Ну? Чё он творит? Ты что творишь? Так делать нельзя, ты чё? Я тебе отвечаю, эти ребята серьёзнее, чем обычные эти стражи. Намного серьёзнее, сотри. Вот как с ними воевать? Выпей! Ты грёбаный эстус! Ой, жопа! Давай! На! Половина хп. А чё ж там за око чёрное дрожало-то? Чё-то я такое помню, мы чёрное око брали уже. Брали мы его с трупа этой... Как её? Ай! Хранительнице душ, которую завалил Лотрек. Чё бы оно значило бы... Что ты творишь там? Ты чё, хилишься? Ах ты, собака сраная! Они хилятся, уроты! Твари! Нельзя позволить ему исцеляться, иначе их жопа нам... Мы так его никогда не пройдём. Кого вы там охраняете, а? Они ж, походу, охраняют ещё кого-то опаснее, чем они сами. Да что ты творишь тут, сука? Я не знаю, если я этого... Идиота не могу уничтожить, то как я буду с боссом драться? Да пошёл ты, сука, нахуй! Нет! Нет, я сказал. Ещё раз, нет. Убью тебя! Убью тебя, говорю! Ху! Ты же не воскреснешь потом, нет? Всё. Вот и все фляги сотри. Вот и всё. И вот что хочешь, то и делай. Понимаешь? Что хочешь, то и делай. Как мне теперь тут... Не знаю как. А чё там соком с тем, а? Она что-то дрожала. Падла. Ещё одна. Борзая. Мразь. Пшёл вон. Пшёл вон. Вон пшёл. Подонок, ну. Ах, фиг тебе твоим взрывом, меня уже не проймёшь. Я уже изучил твои повадки. Твои манеры. На. Молодец. Молодец. Красавелла. Давай, давай, ещё раз так сделай. На. О. Слышь, сколько мы того валили. Не могли завалить. А этого так сразу как-то. Легко. Так. Давайте думать. Пока к боссу не хочу. А что там око-то говорила нам? Око говорила, что... Чё-то тут, короче, надо вибрировать. Подожди. Сейчас разберёмся. А ну, где-то око моё. Давайте его искать. Эстуса нихера нет. Вообще ничего. О, чёрное око. Позволяет вторгнуться в мир убийцы-хранительницы огня. Ну, давай вторгнемся к нему. Попробовать вторгнуться? Попробовать. Лотрек, я иду по твою жопу. Поиск мира виновного. Вторжение в мир виновного в обличии духа мести. О. Пошла жара. Только у меня эстуса нет, но... Так, что тут у нас? Я типа дух мщения. Смотри. Рыцарь Лотрек. Так и знал, что эта спаскудель убила хранительницу. А кто это с тобой? Чё это за подсосы? Лотрек. Это кто? Кого ты поработил там? Ребята. Ну что? Ну-ка, это снова ты. Я-то думал, ты умнее. Я ошибался. Нихера. Нихера. Это... Это ж я. Это ж... Я-то не могу вернуться к нему, не знаю? Нет? По-моему, это я, нет? Или нет? Ну, вот один был на меня похож. Только щитный такой. Ваш фантом побежден, возвращаемся в ваш мир. Так, погоди, а че, аок как? Я больше вторгнуться уже не смогу к нему, нет? А, так смогу еще. Ладно, давайте я тогда за кадром снова до туда дойду. Попытаюсь еще вторгнуться. Так. Лотрек, сволочь. Ты мне сейчас за все ответишь. Ты понял это или нет? Может его травануть? Попытаться. Хотя, ладно, давайте попытаемся так. У нас есть колонны, может за колоннами от него бегать? Иди сюда, урод. Ну, снова за дело. За дело. Погодь. Погодь. Ах ты, урода, кусок. А там он маг. Маг сильный. Причем. Чем он там фигачит-то, а? Я здесь даже не могу эстус пить, прикол. Тут даже не дают пить эстус. Надо как-то мага из строя выводить. И только потом уже сражаться с остальными. Ну что, снова заход. Давайте пытаться. Давайте как-то выводить из строя этих тварей. Давайте мага траванюм, а? А потом будем от него бегать. А че? У нас там, надеюсь, стрел еще хватит. Возьмем пока лук. Так, наш лук. Теперь. А, две всего стрелы. Ладно. Одна попытка. Он травится, или нет? Или да, или нет, хрен знает. Давай сюда, чертов маг! Да пошли вы все в жопу! Тихо, 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 тихо! Тихо, 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 тихо! Блинц! Лотрек! Вот урод! Нельзя было ему доверять! Ему изначально нельзя было доверять, а я его взял, освободил еще и привел в храм огня. Иуда! Чертов! Ладно, погодите, ребята. Сейчас я вам устрою. Сейчас я вам, блин, сделаю. Так. Доспехи, доспехи. Так, так. Я, конечно, буду дико неповоротливый в этих доспехах. Но хотя бы будет какая-никакая защита. Блин, не знаю, че это сейчас будет. Мне прямо уже интересно. Че из этого всего у нас получится. Ну, посмотрим. Закрываемся щитом. Отходим. Хотя, блин, маг. Вряд ли мы будем нормально защищены от магии. Разве что взять щит, который самое больше процентов дает этой самой защиты. Какой щит дает такую защиту? Магия 55, магия 20, магия 80. Разве что тебя взять. О! А как это я... Вдруг стал бегать? Эээ... Нифига. И кувыркаться начал. Офигеть. А че это такое-то? Ха-ха. Это я щит этот убрал, Орлиный. Может он, типа, тяжелый был или что? Ладно, неважно. Макс, сука, иди сюда. Поговорить с тобой хочу. Надо бы нас с тобой перетереть. Лотрек! Мудак! Как ты мог? Я тебе доверял, Панла, паскуда, урод! Пошли нахер! Да пошли вы все! Лотрек! Мудак! Я же его убил! Вы че? Я его убил! Я его убил! И враг повержен. Все, валите, валите. Знак возмездия забрал. Все, виновный преступление я заплатил. Возвращение со знаком возмездия. Блядь, какого хера? Подождите, успокойтесь себе. Дай знак забрать. Знак заберите. Сух! Хух, он забрал. По-моему, забрал. Так, эти два пидора меня не интересуют. Туша-хранительница огня забрал. Кольцо защиты и поддержки, человечность. Все. Так, вот это доспехи, слышишь? Хавел. Вот теперь, когда он перекатывается, а не просто там ходит пешком, теперь он мне нравится. Все, мы забрали душу-хранительницу огня. Я не знаю, как нам теперь распорядиться. Что нам там делать с ней теперь дальше? Может, флягу усилить? Или может, ее можно воскресить? Слышь? Может, вернуться теперь в храм огня и воскресить ее? Кольцо защиты и поддержки. Увеличивает здоровье, стойкость, загруженность. Ломается, если снять. Кольцо, символизирующее благосклонность и защиту богини Фины, которая, по легенде, обладала роковой красотой. Повышает здоровье, стойкость, количество переносимого снаряжения. Если снять, сломается. А нафиг оно надо? Пока что, по крайней мере, оно не надо. А, так. Смотри, какой скала. Вот, эти доспехи такие нам принесли удачу. Может, они нам помогут так само и с боссом разобраться, а? А к чем, черт не шутит? Проверим. Ну, а пока что оставайтесь с нами. В следующей серии пойдем уже вон в тот большой-большой туман вот там вон. И посмотрим, что же там за большой-большой и страшный босс. Да, оставайтесь с нами, я уже говорил. С вами был Мурган. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!